В этом уроке мы с вами будем делать выход объекта из фотофотографии. Это исходная фотография и получим вот такой эффект. Мы с вами сделаем это все с помощью операции, что значительно ускорит нашу работу. Такой же эффект можно получить вручную, но придется довольно долго поработать в фотошопе. Итак, давайте приступим. Доброго времени суток. Меня зовут Накрошаев Олег. С вами сайт Photoshop Сундучок и канал Фишки Фотошопа. Давайте верхний слой я удалю. Это исходная фотография. Раскрываю список операций. И вот эта операция. Операции, которую я буду использовать в этом уроке, вы можете скачать по ссылке под этим видео. Итак, запускаем эту операцию. Нажимаем продолжить. Нажимаем продолжить. И первая наша задача – расположить рамку так, как нам надо, чтобы у нас часть объекта выходила из фото. К примеру, сделаю вот таким образом. Здесь сделаем пошире. Вниз опустим рамку. Вот так. Вот эта часть объекта будет выходить у нас из фото. Откроем операции. Два раза левой клавишей мыши щелкаю внутри рамки трансформации. Продолжить. Есть. Теперь наша задача здесь – настроить размер вот этой обводки. Чуть-чуть, к примеру, увеличу. Сделаю вот таким образом. Нажимаю ОК. Есть. Первая часть операции отработала. Для получения эффекта выхода объекта из фото – две части операции. Первая часть у нас уже использована. Сейчас будем использовать вторую часть. Но, чтобы использовать вторую часть, мне надо создать выделение. Сейчас я покажу, о чем идет речь. Мне надо выделить вот этот объект. Вот этот красивый цветок. В палитре слои я делаю активную не маску, а сам цветок на самом верхнем слое. Перехожу в «Выделение», «Объект». Если у вас более старый Photoshop и нет команды «Объект», вы можете использовать обычный инструмент «Быстрое выделение». Итак, у меня цветок выделился. Мне нужно из этого выделения оставить такую область выделения, чтобы была захвачена верхняя часть цветка и немного выделения ниже рамки. У меня выделен весь цветок. Я выберу обычный инструмент «Лассо» в режиме «Вычитание из выделенной области». Это третья иконка слева. И вот таким образом нижнюю часть обведу и уберу выделение с нижней части цветка. Чтобы у меня не образовалась обводка из пикселей старого фона, вот на этих лепестках, я перейду в «Выделение», «Модификация», «Сжать» и поставлю 3 пиксела, так как размер фотографии довольно большой. Нажимаю «Окей», «Есть». Теперь мы готовы к запуску второй части операции. Выбираем ее и запускаем. Стоп. Вот, в принципе, и весь наш эффект. Теперь мы можем вместо этого серого цвета сделать любой фон. Давайте так и поступим. Я делаю активным слой «Бэкграунд». Открою папку, к примеру, вот с такими фотографиями неба. Перетаскиваю фотографию на наш цветок. Уменьшу масштаб фотографии. И давайте слегка раздвину, вернее, увеличу размер фотографии и размещу так, как мне надо. Вот таким образом применяю трансформацию и получил вот такой эффект. Давайте сделаем снимок по литре истории. Была вот такая фотография, получили вот такую. Ну, посмотрите, какой оригинальный эффект мы с вами получили. Если хотите, чтобы у вас вот от этой рамки падала тень, то можно сделать следующие действия. Выше слоя с небом добавляю пустой слой. Перехожу на слой «Flat Photo». За мой английский меня простите. Это вот эта вот рамка. Удерживаю клавишу «Ctrl» щелкаю по этому слою. Загружается выделение. Перехожу в «Выделение». Трансформировать выделенную область. Удерживаю клавишу «Alt» и чуть-чуть передвину верхние маркеры вправо и влево соответственно. Применяю трансформацию выделенной области. Перехожу на слой 1. На переднем плане у меня черный цвет. Этот слой я заливаю черным цветом. «Alt» и «Ctrl» и «Ctrl» и «D» снимаю выделение. Размываем этот слой. Фильтр «Размытие» и «Размытие по Гауссу». Давайте поставим где-нибудь в районе 50 будет неплохо. «Окей». И теперь можем просто уменьшить непрозрачность слоя. К примеру, сделаю вот таким образом. И мы с вами под этой рамкой сделали тень. Было вот так, стало вот так. Снимок в палитре «История» и посмотрим. Вот наша исходная фотография, а вот что мы с вами получили. И на всю работу нам потребовалось буквально пару минут. Спасибо за внимание. Скачивайте эту операцию. Делайте красивые выходы объектов из фото. И размещайте свои результаты в комментариях к этому уроку. Если мы с вами откроем палитру операций, то мы увидим, что у этой операции есть еще две операции. Вот они. Это в принципе все то же самое. Но при использовании вот этих операций получается более красивая изогнутая рамка. Если вам интересно, пишите в комментариях. Я запишу новый урок и покажу, как можно использовать вот эти две нижние операции. Спасибо за внимание. На этом урок окончен. Если он вам был полезен, поставьте, пожалуйста, лайк. Подпишитесь на наш канал. А с вами был Накрошаев Олег. Сайт Photoshop Сундучок. И канал Фишки Фотошопа. Сайт Photoshop Сундучок.